Как провести лето с пользой? Об этом прекрасно знают в Мильковской библиотеке. Здесь несколько раз в неделю для детей проводят разнообразные мероприятия. Ребята, приходя сюда, не только интересуются новыми произведениями, но и знакомятся с народными играми, а также учатся отгадывать забавные загадки. Вобраться! Пошли в речку купаться! Ну-ка, сподвигай! Люди! Нет! Луна! В местную библиотеку родители приводят детей абсолютно разного возраста. Те, кто постарше, уже создали между собой специальную группу помощников-волонтеров – библиозонтики, которые с удовольствием придумывают новые развлечения и помогают весело проводить время. Мы решили, что у нас будет своя программа, и мы перебираем много игр, просто какие-то придумываем, какие-то из интернета, какие-то Анна Валентина нам предлагает. И мы играли до этого, и те, которые дети хотят играть, и которые хорошо у нас получаются с ними. Мы все эти игры совместили, вот у нас получилась программа. Мне нравится работать с детьми. Бывает в какие-то моменты смешным, весело, грустно, смотря какая ситуация происходит на площадке нашей рабочей. И работа с моими друзьями, коллегами, если можно их так назвать. Общаясь с ребятами, заведующая библиотекой Анна Шмелева-Михайлова поняла, что многие современные дети не знают народных игр, хорошо знакомых их родителям. Колечко-колечко, гори-гори ясно, ручеек. И решила, что она обязательно их научит этим веселым развлечением. Ведь такие добрые игры развивают лучшие человеческие качества. Вот эти народные потешки – это самый настоящий интеллектуальный досуг. Когда ребенок в игре, он учится не только думать, он учится самым лучшим качеством в жизни. Он учится уступать, он учится помогать маленьким, или, наоборот, взрослым. Он учится видеть рядом человека. Все вместе ребята водили хороводы, играли в жмурки, а после хозяйка библиотеки подготовила детям водный сюрприз. Классно, очень мне понравилось. Я такого никогда не видел. Время прилетело незаметно. Довольны остались и дети, и родители. И все уже с нестрепением ждут новой игровой программы «Народные потешки», которая пройдет в том же месте и в тот же час, но ровно через неделю. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошлева. Видно этого.